В общем-то, как я и сказал, что мы не используем удобрения при поливе кактусов. Но если очень хочется подкормить, то есть получить большой, хорошо развитый, укрупненный экземпляр, это кемира плюс. Это растения, которые, в общем-то, довольно щадящие, как бы подкармливают растения, они получают какое-то питание для себя. Я думаю, этого достаточно. Но я же говорю, что мы не применяем. Практически никто из кактусистов не применяет удобрения для кактусов. В принципе, я так понимаю, что все вот эти вопросы, связанные с уходом, с выбором, можно, собственно, адресовать вам, придя в ваш клуб. Да, расскажите, где он находится. Конечно. Наш юридический адрес по Лонжероновской, 2, это музей Одесского порта. Нам, как бы, предоставили такую возможность зарегистрироваться по этому. Мы проводили одно время заседание, но не всем там будет удобно, и было удобно. И поэтому мы изменили адрес нашего нахождения. В свое время мы занимались, значит, заседание клуба проходили на проспекте Шевченко. А в ближайшее время мы надеемся тоже поменять его, сделать это в центре города. И поэтому дополнительно мы скажем, где мы будем заседать. Проводится заседание, могу сказать, только по времени. Заседание проводится каждое третье воскресенье. У нас каникул нет в течение года. Заседание проводится в 16 часов воскресенья. Каждое третье воскресенье каждого месяца. Адрес дополнительно мы скажем вам. Телефон какой-то контактный. А у нас есть сайт, можно к нам заходить на сайт asterias.od.ua. Там мы размещаем новости о выставках, информации, клуба, литературу. Олег Александрович, вы активно ваш клуб прививает любовь к детям. Любовь к кактусам. Любовь к кактусам к детям. И совершенно недавно вы инициировали акцию в Ивановском детском доме. Да, я немного расскажу. При содействии правкома Одесского порта, администрации Одесского порта, фирмы «Ваш сад», которая тоже являлась спонсором этой акции, мы провели выставку кактусов и суккулентных растений в детском доме-интернате, Ивановский детский дом-интернат. Это 170 километров от Одессы. Одесский порт патронирует это заведение. И очень приятно, что мы кроме кактусов туда привезли еще и продукты питания. Был прекрасный спектакль, который предоставил ТЮЗ, наш Одесский ТЮЗ-театр. Дети были в восторге от него. И что мне понравилось, мы предоставили там материалы. Это был такой малосюжетный, небольшой по объему фильм о местах произрастания кактусов в дикой природе. Это снимал наш тоже коллега, кактусист Ковтун Олег. Он предоставил любезно этот каракометражный фильм, который мы продемонстрировали детям. Мы показали им кактусы, которые предоставили в подарок. Эта вся коллекция, эта вся выставка осталась им в подарок. Предоставила Наташа из своей коллекции много растений. Я предоставил растения. И фирма «Ваш сад». Фирма «Ваш сад» даже пожертвовала орхидеи, что их вообще удивило. Это потрясающий экземпляр. Как дети отреагировали на это? Вы знаете, настолько благодарная публика, что когда я попросил минутку внимания, они все замолчали. Было слышно, как они дышат. На одном дыхании прошел этот фильм, на одном дыхании прошла комментария с показом слайдов. Мне очень понравилось. Вы знаете, очень хорошие дети, очень приятное общение с ними. Насколько они были поражены кактусами и растениями. Некоторые виды растений они вообще увидели впервые. Вот литопсы, например, даже не все одесситы знают об этих растениях. Это эндемики, которые растут только в одном месте, на земном шаре. Можете себе представить, да? И есть виды, которые... Ареал произрастания, который определяется десятками метров. Не километров, а метров. И эти ареалы произрастания могут находиться в лакифунде каких-то людей, которые владеют этой землей. То есть, даже если вы захотите очень увидеть их, вы их не увидите. За увидеть в природе вы их не увидите, потому что земля принадлежит частным лицам. И попасть туда можно только по какому-то разрешению или за деньги. Я так понимаю, что вам есть что рассказать о кактусах, да? Очень много интересной информации. И даже есть идея в школах, да, рассказывать. Да, вы знаете, мы провели несколько таких, в общем-то, вариантов открытых уроков в школах, о детских школах. И мы бы хотели, чтобы эта связь продолжалась, чтобы мы могли донести до детей то интересное, да не только детям, а многие преподаватели, они знают о них столько, сколько знаем мы. Потому что я посвятил своим растениям более 30 лет. Я этим занимаюсь. Коллекционирование кактусов заставляет изучать язык, потому что вся литература, она или на английском, или на немецком, или на другом языке, это латынь. То есть отношение, работа с кактусами заставляет тебя быть хирургом, потому что приходится иногда спасать кактус. Он когда пропадает, загнивает от чрезмерного, а у нас такие ошибки тоже были, и приходится этот кактус срочно прививать его. То есть здесь надо быть хорошим хирургом, надо иметь хорошее зрение. И то есть это все делается очень быстро. То есть это операция, потому что решаете точку роста у одного кактуса, прививаете другой, это наблюдение. То есть это, в общем-то, масса интересных таких полезных вещей, которые в жизни пригодятся и детям, и взрослым. Олег Александрович готов, в принципе, детям рассказать очень много интересного, поэтому если есть заинтересованные лица, я имею в виду, в первую очередь, наверное, директоров, да, учителей, приглашайте, мы готовы, готовы. С радостью, с растением, с вашей информацией, и еще и наглядные пособия принести с собой. Активно покупают у вас. Да, вы знаете, что радует на выставках, у нас стали приходить дети целыми классами, с классными руководителями. Вот у нас на Морвокзале была выставка, приходило несколько классов, и дети сначала очень аккуратно, опасливо, а я им говорю, вот как вам, потрогайте. И начинают бережно так трогать, очень аккуратненько, а потом все, так сказать, активнее, активнее. Конечно, бывают всякие казусы, что-то падает, что-то ранится, но, по крайней мере, вот эти прикосновения к живой природе, они, видно, у детей сразу глаза загораются, и если этот огонек родители поддерживают, то это очень здорово. И во многих случаях так и происходит. У нас даже есть уже постоянные клиенты выставок детки, приходит мальчик, допустим, ага, папа, мне нужен вот этот кактус, вот этот и вот этот. Все, папа говорит, не вопрос, все, ребенок счастливый, потому что он получил то, что хотел, он нашел то, о чем он мечтал. И это значит, что он дальше будет еще развиваться, что-то узнавать, интересоваться. Да, пусть это растение, пусть это не что-то особенное там, какое-то необычное, но на самом деле все большое начинается с маленького. Раньше родители боялись в детский мир ходить с детьми, а сейчас на выступку кактусов. У вас очень много кактусов. Сколько времени уходит на то, чтобы за ними ухаживать? Ну, каждый день, вот я трачу где-то час, полчаса утром, полчаса вечером, по выходным, конечно, чуть больше. Дети помогают иногда, приходят, что-то полить, что-то поднять, перенести, переставить. У них тоже есть свои индивидуальные кактусы, они за ними следят и говорят, мама, как мой кактус. В общем, муж помогает, как-то у нас семья даже, не то, что вокруг этого крутится, но общий интерес какой-то общий, да, есть. А есть ядовитые какие-то кактусы? Можно уколоться? Ядовитые кактусы нет. Есть просто, вот есть, я как-то читал в интернете, такие, в общем-то, не совсем грамотно поставленные вопросы. Есть, допустим, расскажите о кактусе, который стреляет иголками. Кактусы не стреляют иголками. Они просто при прикосновении к этим иголкам, да, действительно, в глухидиях у них есть там до сотен иголочек, маленьких иголочек, которые при прикосновении к центральной иголке, они как бы покидают свое место, и они могут попасть в тело. Они телесного цвета, естественно, они вызывают раздражение, вызывают нарывы и так далее, и так далее. Поэтому есть группа кактусов, которые, ну, не рекомендуют содержать там, где есть кошки, собаки и маленькие дети. Есть такие кактусы, но мы стараемся такие кактусы, как бы, не рекламировать, и не показывать, и не содержать, честно говоря, потому что сами подвержены этому. Вот, поэтому... Какие у вас вообще... ...взаимоотношения с кактусами? Вы часто кололись? Ну, у меня... Столько лет выращиваете процедуру иглотерапии, мы проходим каждый день. У меня даже было, у меня даже такое, говорит, ну, ты как всегда, мне супруга говорит, ты как всегда, я говорю, да, у меня такая специальная часовая лупа, которую я беру и ключики достаю, потому что я привык работать не в перчатках, а руками, а иногда, вот я же говорю, при прививках особенно кактусов, при пикировке кактусов, все равно колючка какая-то тебе может попасть в руку. Ну, с этим легко... Просто у нас была предыдущая гостья, которая со своими растениями, она разговаривает и считает, что если с ними говорить, то тогда они лучше будут расти и как-то появляется взаимосвязь... он сказал, что они все обладают в какой-то степени полезной энергетикой, то есть он чувствует тепло от них. Но одно растение, о котором я тоже прочел совсем случайно в нашей газете, в нашей прессе, значит, я знал о том, что крестатные формы кактусов, они более интенсивно излучают, потому что вот у каждого из растений у них одна точка роста, у крестатной формы у нее до тысячи, до миллиона точек роста, можете себе представить, да, то есть это как бы миллион растений в одном находится. И вот подходя к этому растению руками, он говорит, а я знал, что оно там находится, это растение, крестатная форма, вот он говорит, вот я не знаю, где здесь они как бы в группе были, находились, вот это растение, оно не это, вот в этом месте, он говорит, я чувствую более, так сказать, энергетику сильную. Что это, я не могу объяснить, какое из них растение. Ну, я ему рассказал, уже показал даже эту публикацию, так что вот крестатные формы, они как раз, вот так, группа растений, которые очень интенсивно выдают энергетику для человека. То есть, каждое утро, общение утром, я, допустим, Наташа вот вечером, а я два часа времени, как бы я рано утром на них смотрю, как бы подзаряжаюсь сам, и уже вечером я уже с ними работаю, там опрыскиваю, или пикирую, или еще что-то с ними делаю. Вот непроизвольно получаешь какой-то подзаряд. Поэтому вот если у кого-то есть желание подзаряжаться постоянно, положительной энергетикой, вот это крестатная форма кактуса. Наталья, ну и расскажите нам пару слов, как пересадить кактус, да, допустим, и как уберечь кактус от разных паразитов, которые придут в жизни. Да, кстати, пересадка – это очень важный период в жизни каждого кактуса, потому что по столам они не бегают, под столами тоже, соответственно, они всю жизнь проводят в горшке. И для них горшок – это дом родной, как и для любой улитки. Чтобы безболезненно он перенес переезд в новый домик, есть несколько видов пересадки. Есть перевалка, когда берется, допустим, полностью вот кактус с горшком, да, аккуратно достается полностью вся земляная, так сказать, вот смесь вместе с корнями, и точно так же аккуратно переставляется в больший горшок и присыпается землей по бокам. Все. Это самый щадящий способ пересадки. Горшочек всегда берется на пару пальчиков шире и на 2-3 пальца глубже, если, допустим, пересаживается крупное растение. Для мелких растений эти размеры там колеблются на сантиметр шире и на 2 сантиметра глубже, как следующий по размеру домик. Почему? Потому что, если посадить маленькое растение в большой горшок, корневая система маленькая, она не сможет обработать весь опьем земли, соответственно, при поливе, обильном поливе, корни не справятся с этой всей влагой и растение сгниет. Соответственно, объем земли должен соответствовать размеру корней. Есть второй тип пересадки, это именно пересадка, когда берется, вытаскивается растение вот так из горшка, полностью вытаскивается. Как же взять его вот такое? Вот я его взяла, вот он в горшке у меня в руках. Они, на самом деле, вот если взять снизу, так сказать, вверх, то оно будет колоться. Если аккуратненько прикоснуться и не шевелить пальцами, не крутить по нему, то растение не колется. Выкапывается растение полностью и корневая система обтряхивается, то есть вся земля убирается. Зачастую такая операция нужна, когда на корнях есть вредители и их много. Земля зараженная выбрасывается, а растение нужно пересадить в здоровую землю как вариант. Если нет такой возможности, то сразу же нужно обработать землю специальными составами, ядохимикатами. Естественно, нужно соблюдать условия опасности, то есть это делать не в квартире, а на балконе, а лучше на улице. И растения как минимум неделю должны простоять на улице. И самое главное, что забывают очень многие любители, эти обработки надо повторять, потому что есть яйца этих всех паразитов, которые естественно при обработке не повреждаются, они очень сильно защищены от таких всех растворов. И следующее поколение вредителей нужно тоже обработать, пока она не размножилась. То есть мы рекомендуем 2-3 обработки с интервалом в неделю системными 10 дней максимум. Потому что яйца, которые потом инкубируются из этого поколения паразитов, они уже будут не реагировать на тот химикат, который вы обработали. У них будет иммунитет, и поэтому надо будет изменять и другим ядом поливать. Поэтому вот эти 10 дней это четко то вот нельзя затягивать. Информация это на сайте тоже есть? Мы и эту информацию мы в принципе на сайте держим информацию об общей культуре, наших новостях, выставках. Мы стараемся не давать таких общих рекомендаций. Почему? Каждый ядохимикат имеет свою дозировку, свои правила употребления, а человек, прочитавший общую информацию, может подумать да я все знаю и сделать неправильно. Поэтому мы стараемся избегать каких-то общих рекомендаций там, где мы четко знаем. А консультацию через сайт может быть. Да, у нас есть имейлы, у нас есть контакты, можно получить. Мы на Одесском форуме очень активно работаем, есть там разделы о кактусах, о суккулентах и мы отвечаем на все вопросы одесситов. Поэтому мы стараемся проводить ту посильную работу по информированию одесситов, чтобы им было приятно, что растения, которые они купили растут, цветут, плодоносят. Вот вы видите вот эти растения красненькие, это плоды. Это плоды с семенами, они имеют кисло-сладкий вкус. Похожи на цветы. Да, это плоды. А цветочки здесь маленькие, беленькие, мелкие. Практически не раскрываются. Практически не раскрываются. Скажите, вот растения обычные, то есть не кактусы, я имею в виду, а лиственные, их очень часто не покупают, а вот где-нибудь отщипывают вот так вот и приносят домой для разведения. На кактусы это распространяется? К сожалению, на выставках это наша вечная проблема. Каждый считает своим долгом не прийти и купить растения, а прийти и отщипнуть. Но люди не понимают. Ну, здесь такая защита, что за горгоны кусочек. Вот да, вот отщипывают, нет, тем не менее находятся желающие что-то отщипнуть, причем ловишь иногда людей за руку, они говорят, да нет, я только потрогать и посмотреть. Но на самом деле, да, кактусы черенкуются, они размножаются черенками, но при отщипывании срез надо сразу же обработать фунгицидом, положить в притяненное место, поставить в правильное вертикальное положение. Срез, где снято растение, точно так же обработать сразу же, потому что пропадет. И то, что оторвали, и то, от чего оторвали. Это считаете, что грубо говоря, ну, я не могу сравнивать, ну, оторвали руку и попытались ее где-то куда-то положить и что-то от нее ждут. Так нельзя. Я хотел дополнить еще Наташина вот рассказ о пересадке. Вот такое растение, конечно, очень сложно пересадить, я подчеркиваю. Взять его руками без раши, вы точно не знаете. Взять его руками невозможно практически, поэтому в таких случаях здесь рекомендуется бандаж, делать бандаж на корневую шейку, там, где начинаются корни и заканчивается степень, для того, чтобы не повредить колючку. Делается бандаж из газеты, из бумаги, обворачивается. В окружности и делается захватом. И таким образом переваливается, потому что вся красота в этом растении как раз в его колючке. Если вы ее повредите, конечно, она потом не восстанавливается, к большому сожалению. Скажите, дорогое удовольствие? Сколько стоит как-то средняя цена? Маленький, ну вот у нас на выставке цены начинались от 10 гривен. А маленький, но дорогой. А маленький, но дорогой, да, были по 5 и по 3, но коллекционные дорогие растения, ну, каждый любитель оценивает сам, во что он ценит. Мне предлагали за вот такое растение, чуть-чуть крупнее, да, пришли ребята на выставку, говорят, да любые деньги, да не, ребята, мое коллекционное, не продается. Это как ребенок. Да, это как родной, я второе такое нигде не найду. И мы доторговались до очень крупной суммы, и они говорят, нет, все кактусисты, они... Да, для них нет цены, будем так говорить, для некоторых растений нет цены. Мы так и не сошлись, я так и не продала растения. Хотя многие ребята, допустим, кто знает, у кого есть повторы, те, конечно же, готовы продать коллекционные растения. Спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо. У нас в студии был президент Одесского фонда любителей кактусов Астериас. Правильно, Астериас. Астериас, это же гнезда, что мы вводим. и его название. И Наталья Элис, кактусовод.